Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, на продаже появился новый набор, давайте его обсудим, выкатим AMX M4 M49 из ангара, а в следующем видео более подробно обсудим ISU-122S. И на ту и на другую машину абсолютно честные обзоры на канале уже есть, ссылочки я обязательно добавлю в описании, поэтому если вы не хотите ждать пока на ISU допустим выйдет видео свежее, то можете перейти по ссылке и посмотреть видео, которое я снимал ранее, поверьте, ничего за это время не поменялось. Что касается ценника отдельно на голые машины, 5000 на ISU-122S я считаю, что дорого, ну просто потому что это семерка, и семерка должна стоить где-то в районе 3,5, ну пускай 4,5 в зависимости от годности, а данную машину особо годной я лично не считаю. А AMX M4 MLE 49 не хватает только 18 деленное на корень квадратный из 36, если вы позволите, буду в сегодняшнем видео просто называть 49-кой, и так будет проще. За 49-ку отдавать сейчас 7,5 тысяч золота я не вижу абсолютно никакого смысла. Да, машина плюс-минус интересная, но нельзя сказать, что must-have, и однозначно не всем понравится, и на сегодняшний день довольно-таки уже вялая тачка, ну и в принципе данная машина, мне кажется, 7,5 в голом состоянии не стоит точно, ну как в голом, условно в голом, потому что еще положили открытое все оборудование. Ну и соответственно набор за 11500, да, тут насыпали бустеров, тут дали по 20 штук x5 на каждую из этих машин, но все равно, накануне новогоднего аукциона тратить 11500 на приобретение данного набора, это глупо, лучше подождите, аукциона, он явно состоится, ну и соответственно там за 11500 вы сможете купить себе две машины, вполне себе какую-нибудь годную восьмерку и тоже годную семерку, но только ту, которую вы там давно хотели, допустим, ну или хотя бы рискните подождать. Что касается AMX, AMX машина интересная, но далеко не каждому подойдет, на сегодняшний день многие считают, что машина морально устарела, мне тачка не сильно нравится, я ее в свое время приобрел себе просто, чтобы была, не более того, крайне редко на ней играю, да и честно говоря особого удовлетворения от игры не получаю, какая-то вялая она что ли, или пресная, называйте как хотите. Что касается среднего урона, 310 и мне его постоянно не хватает, время перезарядки 8 секунд, очень даже классно, приятно, комфортно. Время сведения кажется долгим по цифре, но играется вполне себе комфортно. Разброс будем заценивать непосредственно в бою, ДПМ получается довольно неплохим в 2300 единиц, уровень пробития 232 вполне себе достаточен. Кстати, 232, запомните эту цифру и давайте посмотрим на АМХ, пускай даже стоя в ангаре скажу вам следующее. Вот так вот стоя, приведенная броня в верхнем бронелисте составляет 240, а пробитие у нас 232. Я о чем говорю? Говорю о том, что если вы где-то вот так вот немножко в низинке находитесь, то все вот это огромная серая зона, которая пробивается, ну прям на ура. Если вы стоите как-то вот так вот ромбом, то вот эта вот квадратина, она тоже имеет приведенку где-то в районе 230-240. То же самое, соответственно, с этой стороны. Короче говоря, да, машина вроде бы интересная, по башне она вроде бы неплохо забронирована, но вот здесь вот есть огромная, блин, как тебе показать, огромнейшая комбашня, которая полностью картонная, она зеленого цвета, ну окей, не зеленого, желтого цвета, на эскизе в виде 3D модели по бронированию. И пробивается тоже очень просто, даже если вы от башни отыгрываете и где-то умело прячете свою довольно-таки немаленькую тушу. Вот такая вот правда про бронирование тачки, все остальное в честном обзоре по ссылочке в описании к данному видосу. Ну а теперь заходим в первый попавшийся бой и попытаемся АМХ реализовать. В целом реализовать машину не так уж и сложно, стоит просто помнить о ее недостатках и пользоваться умело ее позитивами. Ну не знаю, к позитивам в первую очередь, наверное, помимо того, что в целом у вас довольно хорошее время по КД, можно отнести абсолютно смело такое понятие, как подвижность. Подвижность у данного тяжелого танка довольно-таки неплохая. Многие скажут, что с места он срывается туго и с этим я абсолютно соглашусь, в то же время многие скажут, что когда ты его раскочегарил, то несешься на всех парах и в целом этой скорости передвижения для тяжелого танка, повторюсь, вполне себе достаточно. Главное не отсвечивать заблаговременно, главное пытаться, пытаться хоть как-то немножечко играть ромбом, если нет возможности играть исключительно от башни. Сейчас попытаюсь занять точку, надеюсь, что захват этот не собьют, хотя я не понимаю, почему соперники этого не делают. Ну и давайте попытаемся заценить в отношении времени сведения. Как видите, время сведения, ну, вполне себе нормальное. То есть, да, пускай не сильно бодро сводится настолько, насколько хотелось бы, но в целом сводится вполне себе на удивление нормально. Блин, да что ж такое, меня там уже в бортину разбирают и разбирают. Такс. Проезжай вперед, получай тычку в отношении точности орудия. При полном сведении орудия вполне себе точно можно выцеливать соперников. Сейчас попытаемся повернуться к нашим ребятам, соперникам в эту сторону. Двое наших уже великолепно слилось. Ну и, соответственно, я так понимаю, что, скорее всего, сейчас мне будут в корму накидывать, а значит, пора отсюда потихоньку отваливать. Что-то мне кажется, что особого счастья в этом бою мы не сыщем, но, к сожалению, бой складывается именно таким образом. Я ничего, ничего не вырезаю, ничего не прячу и показываю все таким, какое оно есть на самом деле. По одной простой причине, потому что, когда вы будете играть на АМХ, я уверен, что и у вас будут вот такие игровые ситуации, и не в каждом бою вы будете чувствовать себя прям на высоте и ловить звезды с неба. Так. Ладно. Попытаемся здесь немножечко помочь. Заодно захватим точку. Ну, успеем его добрать или нет? Надо успеть добрать, для того, чтобы тигра не сожрали. Ну и теперь пора нам отваливать. Пора нам отваливать, не отсвечивая кормой. Мы-то, в принципе, спереди довольно неплохо пробиваемся, ну а со стороны кормы так тем более. Красавчик. Красавчик, бедняга. Поехал, поехал. Нарвался на тигра, отхватил леща и отправился в ангар. Не сильно, конечно. Весело и бодро. Так, пока не светимся, это уже хорошо. Ну, сейчас мы-то-то уже попытаемся как-то здесь от этой горки немножко отыграть. Засвет. Бортиной не сильно хочется светить, и в то же время мне необходимо вот туда прорваться и перезахватить точку. Так, с засвета я сейчас теоретически должен был уже уйти. Привет, друг. Ну, вот такой вот нефарт получился, на удивление. Поторопился я немножко, мог сейчас его добрать, абсолютно спокойно. Надо было просто немножко больше свестись. Ну, блин, как есть, так и есть. Осталось нас трое надвое. При этом пока по очкам в пользу соперников, но перезахватываем, и, соответственно, мне почему-то кажется, что шансы вытянуть вроде бы пока еще есть. Все зависит от того, как наши там ребята сыграют. Поехали Джессорчика поищем. Выцелю. Ну. Ну, давай еще чуть-чуть. Нет. Добрали без меня. Ну, в целом это тоже неплохо. Это приближает нашу победу. В принципе, могу ехать вполне спокойно против Джессора расторговывать. У меня косарь. Есть сейчас запаса прочности. И даже если все два снаряда Джессора прилетят ко мне успешно, успешно я имею в виду не для меня, а для моего соперника, то это в любом случае... А, вот ты где. Я думал, ты где-то там прячешься. Ну, это то, о чем я говорил, что даже если оба снаряда прилетят ко мне, то все равно меня в ангар он не вынесет однозначно. Ну что, я считаю, что победа вполне заслуженная. Все, что можно было сделать, сделали. Танк заценили. И теперь давайте будем подбивать итоги. Параллельно будем заценивать наши результаты по результатам данного боя. Как я говорил, 49-ка не впечатляет меня. То есть нет в ней какой-то, знаете, такой энергии, которая прям фанит тебя. Я не могу сказать, что я сейчас круто сыграл. Всего лишь 1400 единиц урона. Несколько раз я, ну, будем называть вещи своими именами, лоханулся. Действительно не реализовал возможность и момент. При этом всем я получаю 78 тысяч серебром, с учетом того, что у меня есть активированный прем-аккаунт. Ну и что касается моей результативности по команде, то я средняком в этом бою. Да, безусловно, на АМХ можно вполне спокойно со многих боев выезжать с двумя тысячами урона, две с половиной тысячи урона. Ну, потому что, действительно, вполне себе, можно сказать, скорострельное орудие. 8 секунд перезарядки это не так уж и много. Вот, кстати, результаты без прем-аккаунта 59 тысяч округляем. Я считаю, что это неплохой результат. Но все же, ребят, вот этот настрел, да, ты можешь его за бой получать. Но у тебя однообразные, малоинтересные бои. И, в целом, лично меня не устраивает тот танк, который не несет в себе какого-то заряда бодрости и желания играть на нем. Поэтому, если вы не обладаете большим количеством премиумных машин на восьмом уровне, то я бы не рекомендовал рассматривать себе 49-ку как первый прем или один из первых. Есть все-таки более интересные тачки на уровне, и лучше подождите этих машин на продаже. Что же касается ИСушки, то ее обсудим в следующем видео. Для того, чтобы его не пропустить, прямо сейчас подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Ну, а обязательно еще убедите, что у вас вот так открыты все уведомления с моего канала, чтобы не пропустить следующий видос. Стараюсь специально для вас. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok